Добрый утро, дорогие друзья! Продолжаем недельную главу Вайт Ханан, вторник. Мы с вами видим эпическую картину. Машер Абейну подвел народ свой к границам Израиля и понимает, что дальше войти он не сможет, и что народ пойдет без него, а он должен умереть, не войдя в страну Израиля. И вот он в последние дни думает не о себе, в последние даже часы, а о людях начинает рассказывать им, пытаясь внушить им какие-то такие постулаты о том, что было, что будет и так далее. Машер предостерегает народ от идолопоклонства. А что такое все время говорят? Идолопоклонство, идолопоклонство, что это такое? Сейчас нет людей, которые возле деревянного чербака сидят, там что-то видно. Но риск идолопоклонства существует всегда, поскольку речь идет о постепенном процессе. Вначале какую-то вот идею. Вот кто живет в Украине, они прекрасно это знают, и в других странах тоже, но в Украине это все четко последние годы. Вначале прекрасная идея там какая-то, ее возводят на пьедестал. Затем рассказывают песни, пишут о ней стихи, затем начинается жертвоприношение. Наконец они становятся человеческими. Проблема не только и не столько в отсутствии меры, сколько в том, что все ставится на службу одному единственному делу. Все прочее перестает существовать, или делается настолько второстепенным, что его нет. Поэтому, отдаваясь всецело тому или иному, может быть даже важному делу, надо помнить о запрете идолопоклонства. Вновь и вновь спрашивать себя, не зашел ли я слишком далеко, не лишился ли я чувства меры, не утратил ли я способность воспринимать и другие какие-то вещи. Вот человек, например, увлечен работой. 12 часов он на работе, потом приходит домой, все спрашивают, я сейчас на работе, ты занимаешься идолопоклонством? Человек любит машину, там, в каждые 3 секунды он крутит свою машину, нет времени ни на жену, ни на семью, ни на что. Это идолопоклонство? И так далее, и тому подобное. Иногда на повестку дня встают проблемы, решения которых приходится уходить с головой. Но каждый раз, когда это происходит, надо остерегаться и напоминать себе о границах, приступая к которым я словно разбиваю скрижали. Поэтому надо помнить, что человеку может подняться до небес, или опуститься в бездну любого идолопоклонства, по той простой причине, что иногда у него не хватает границы. Важно, что мы должны понимать, занимаясь любой профессией, на любом трудом, мы должны трудиться, мы обязаны это делать. Но когда мы делаем свою работу идолом, мы убиваем свой завтрашний день. Ведь в чем сила человека, маленького такого создания с короткой жизнью, которая позволяет ему стать соучастником управления миром и даже влиять на него. В чем особая сила этого малюсенького человека? Только в одном, самостоятельность. Никто не имеет, у всех есть предопределенность. У человека дано право выбирать. Он может сам выбрать одну дорогу, другую, третью. Ни одного творения на земле нет такого. Основа свобода выбора данной человеку, позволяющей управлять своими делами. Избирать свой путь. К добру или к злу. Властвовать над собой, вот это вот то, что человек начинает преодолевать свои какие-то звериные желания, или еще что-то, это и есть способность поступать вопреки природе. И она дает человеку уникальные возможности, которые никого нет, но и спрос с него больше. Существует три фактора общих, оказывающих влияние на ход жизни человека и происходящие с ним события. Первое. Это личная история, включающая прошлое воплощения. И многие вещи происходят с нами, непонятные нам потому, что мы не знаем, что было в прошлой жизни. Второе. Это свободный выбор человека. Человеку дается возможность от неба до глубин выбирать самому. Все в его руках в этом плане. Он не выбирает, когда родиться, но свобода выбора впоследствии это его. И третье. Это влияние человека на его действия, человека на его душевные качества. Если сверху видят, что мы с вами явно идем по пути исправления, это одно. Если мы видим, что мы идем в трясину, это совсем другое. Надо помнить одну вещь. Четверо из выходящих из Египта, ну как бы живших, простите, погибли из-за нежелания увидеть то, что надо видеть. Не только физическим взглядом, но и духовным. Четверо не вышли, только один из пяти, в смысле 20% вышли. И вот надо стараться быть вот этим пятым, которым если бы сегодня был выход из Египта, чтобы я был пятым. Не допущу ли я ошибку, не присоединюсь я к этим четырем. Человек создан так, что у него есть тело, дух, материя и душа. Наша задача сделать из материи нечто возвышенное. Другими словами, нам надо строить вот эту вот знаменитую лестницу, стоящую на земле и касающуюся неба. Соединяя небо и землю. Надо, чтобы наши поступки как-то были, ну вот не только продиктовывались бы больно, холодно, там, а были какие-то духовные... Мы соединены, у нас душа внутри совершенно с другого мира. Человек полностью погруженный в материальность переворачивает мир, превращая небесное в земное. Стоя на земле, он головой влазит в землю. Понимаете? А другие берут духовными ногами, стоят на земле, а голова поднимается в самое небо. Наша задача подниматься к небу, а совсем не погружаться в эту материальность. Браха вы от слуха, всего самого-самого лучшего. Смотрите в свою жизнь, ищите в ней духовность, она первична. Продолжение следует...